Всем привет, я Владимир, вы на канале BimmerDog. Сегодня будет такое немного необычное видео, скажем так, два в одном. Во-первых, я расскажу процесс, как работает по удаленке, то есть, как вообще это выглядит с моей стороны и также стороны клиента. И во-вторых, в ходе этой операции, когда будет работать по удаленке, чтобы, скажем так, для вас была какая-то полезная информация, то покажу, как делать сертификация BMW, обновление карт, и также, поскольку у нас в данном случае машина с Америки, и как поменять радиочастоту так, чтобы они работали в Европе. Погнали! Во-первых, для работы по удаленке, что вы должны учитывать? Есть два варианта. Во-первых, если вы являетесь каким-то автосервисом побольше, либо уже более подвинутый пользователь, то у вас со своей стороны имеется абсолютно весь софт для работы с BMW. Тогда я подключаюсь к вам и работаю при помощи вашего софта. Если вы чисто для себя хотите, чтобы закодировать, и у вас нет нужды устанавливать софт, либо нет возможности установить, нет времени, ну, что угодно, тогда можно делать соединение по туннелю, и я буду работать своим софтом так, что у вас на вашем обитере не будет абсолютно ничего. В сегодняшнем видео, с другой стороны, будет мне помогать Евгений. Евгений. Он очень хороший, прям не то что хороший, прям очень хороший автоэлектрик. Я посмотрел, можно сказать, даже все его видео, и то, как он проводит диагностику, что как делает, ну, это прямо этому стоит получиться. Но в связи с тем, что в том регионе, где он работает, у него в основном попадаются ваги и автомарки других производителей с BMW, у него опыта не так много. И поэтому, скажем так, мы с ним решили немного посотрудничать. То есть для того, чтобы сэкономить его время, я ему рассказываю, показываю, как вот именно работать с BMW, и заодно снимаем по ходу вот это самое видео. Итак, как же будет происходить сегодняшнее видео? Сейчас подождем договоренного времени, он со своей стороны все подсоединит. В данном случае мы работаем с автомобилем F-серии, то есть ему понадобится NET-кабель, выглядит примерно вот так. То есть не примерно вот так, а вот именно вот так вот он и выглядит. Когда он подключит все к машине, запустит программу для удаленной сессии, в данном случае будем использовать Teamweaver, я подключусь по удаленке и начнем работать. То есть, как уже сказал, сегодня у нас цель фальсифицировать автомобиль, поправить радиочастоты с Америки на Европу и также обновить карту навигации. Поскольку машина привела из США, там карты американские, и ясное дело, что в Европе, в данном случае, именно на Украине с ними делать нечего, поэтому нужно это немного все подправить. И вот так это будет выглядеть с моей стороны. То есть мне важно, чтобы у меня был просто компьютер, хороший стабильный доступ в интернет, делаем с вами соединения, допустим, по Teamweaverу, и этого на самом деле достаточно. Географически, где нахожусь я, где находитесь вы, на самом деле особо роли не играет. Насколько стабильно нужен интернет для соединения? На самом деле, большинство случаев решается, вот именно если у вас есть с телефона HotSpot делаете, такого соединения вполне хватает. Какие есть ограничения при работе по удаленке? То есть по удаленке можно легкую делать диагностику, кодирование. С этим проблем нет. Такие более серьезные операции, допустим, как программирование модулей, в таких случаях я предпочитаю, чтобы весь установлен в софт был именно на вашем компьютере. Почему? Потому что если во время работы произойдет какой-то сбой с интернетом, предположим, мы сделали HotSpot, вам кто-то позвонил, предположим, позвонила жена, сказала, зайди, купи булку. А в это время мы программировали вам коробку, либо моторник. И ясное дело, что соединение прервется, и тогда последствия будут крайне печальные. То есть авто, скорее всего, придет в негодное состояние, но зависит то, с чем мы работали. При диагностике и кодировании таких проблем нет. Так как если эту операцию прервать, ее можно начать заново, и с этим, ну, нет проблем в общем. Итак, пока мы ждем соединения, что же вам понадобится с вашей стороны, если вы решите сделать что-нибудь по удаленке? Во-первых, в DF серии вам нужен будет инет кабель, правильный порядок подключения будет таков. Включаете в машине зажигание, либо запускаете двигатель, ждете секунд 30. Это нужно для того, чтобы гейтвей полностью прогрузился. После этого вставляете свой инет кабель в OBD разъем, в саму машину, ждете опять секунд 30. И после этого вставляете уже сам этот интернет кабель в работающий лаптоп. Именно в таком порядке. То есть такой порядок подключения, связанный именно с тем, чтобы гейтвей смог прогрузиться, и, не сказать так, не возникло никаких проблем при соединении. Весь этот процесс подключения более детально, вы сможете посмотреть видео Евгения. Что ж, ребята, в общем, мы подключились к ИСИСу. Я сейчас записываю рабочий стол, параллельно также записываю видеозвонок с Владимиром. Можете его поприветствовать? Привет, Владимир. Да, привет, привет, Жень. В общем, давай попробуем сделать BMW. Покажем, как это делается. Я уже весь в предупреждении. Значит, мы открыли НИСИС. Пару слов про этот софт. Как я понял, это инженерный софт, который используется, скажем так, не только механиками, то есть теми людьми, которые обслуживают автомобили, но также и теми, кто вообще разрабатывает этот софт, да, тебе, я думаю? То есть, это уже мощный интеллитер. Совершенно верно. Это именно инженерный софт, именно на заводе BMW используется, дилер ИСИС вообще не использует. То есть, это, скажем так, немного не их уровень, потому что там очень-очень тонкая программа такая. Понял, супер, супер. Ну, тем интереснее. Окей. Значит, у нас, в принципе, все подключено. Автомобиль уже подключен к новому ГУКу. Все это настрой, но мы уже все это установили, не писали полночи, не сейчас. Зажигание включено, в принципе, и, насколько я понимаю, мы уже можем начинать, правильно? Да, конечно. Вот нажимаем кнопочку, выбираем соединение и выбираем правильный кузов. Это у нас была какая машинка? У нас всегда F34, да, автомобиль, тройка GT. Здесь мы выбираем. Да, вот выбираем, вот как F20, платформа F20. Подсоединяемся. Понял, почему это не стыковка? То есть у нас кузов 34, и мы берем F20. Как я понял, 34 является подмоделью на F20 платформе. Именно, да, то есть именно база, на которой сделано. То же самое, что, допустим, не знаю. Вот F10 легко, вроде F10 якобы есть. F01 семерка тоже легко. То есть X5 и X6, это будет F15, тоже будет как F25 база соединяться. То есть тут нужно просто знать, к чему подсоединяться. Надо знать платформа. Да, именно. Окей, отлично. Все, у нас, в принципе, все настроено, мы можем подсоединяться. Да, соединяемся. Вот здесь я смотрю, да, да, окей. Есть, она уже определилась. Да, именно, вот соединение есть. Установлено, отлично, отлично. Дальше, значит, у нас опять же цель стоит поправить, ну, сделать ее русскоязычной, правильно, и поменять оригинальные настройки в мониторе, в головном устройстве. Правильно, так это называется? Да, скажем так, расифицировать нам нужно головное устройство. Также, поскольку машина была с Америки, поменять сетку радиочастот, потому что в Америке там парное, в Европе не парное, иначе, ну, просто слышать не будет. И да, обновить карту, соответственно. Окей, и то есть мы сейчас будем работать, насколько я понимаю, с тремя блоками. Это будет гейтвей, головное устройство и приборная доска, да, да? Для этих функций, да, именно там все хранится, правильно. Окей, отлично. Тогда подключаемся дальше. Считываем комплектацию софта и также активируем комплектацию. Если не активировать, то это просто, ну, работать не будет, это обязательный процесс. И тут такая небольшая поправка, зависит от версии ИСИС. Если более новая ИСИС, он активирует ее автоматически. А, то есть это вот здесь уже не придется делать, окей. Да, то есть если я вручную, ничего страшного, тоже там нетрудно, как видели. Правой кнопкой и просто Activate FA, все, будет загореться зеленое, а написано активировано, готово. Дальше, да, читаем модули с автомобиля. Нажимаем вот на эту кнопку, read is you. То есть мы сейчас считываем конфигурацию каждого блока, который присутствует в автомобиле, правильно? Да, именно, то есть все, что видим, как видим, определилось 22 модуля, то есть машина стоит в 22 модулях. Да, сейчас видим их список, окей. Так, для начала, из всех этих функций я советую сделать, вначале, русификацию, поскольку нужно будет кодировать через комплектацию и сброситься все, ну, настройки. Для этого, то есть у нас комплектация, вот мы считали, у нас активная, мы ее вначале сохраним. У нас машина F34 и сохраняем комплектация, допустим, назовем ее 6UD, это именно признак русского языка, то есть как мы будем это делать. Сохраняем, все у нас есть. Окей, отлично. Кстати, для подписчиков, чтобы вы понимали, мы сейчас по TeamViewer подключены, соответственно, Владимир имеет удаленный доступ к моему компьютеру. И, в принципе, все то, что вы сейчас видите на экране, производит именно он. Я, в данном случае, скорее, наблюдатель, который пытается что-то понять и разъяснить, в том числе и для вас. Для Евгения такая непривычная роль, когда кто-то тыкает в машине, да? Да, в общем, заходим в комплектацию сохраненную, и тут нам нужно будет поменять элемент саляпа. Это именно тот элемент, который отвечает за то, что в машине прописано. Сейчас, поскольку у нас эта машина, смотрим, языковой признак у нас 850 что-то обычно. Тут я вижу 853, если правильно помню, то это была европейка-англичанка. То есть с Америки машина тоже будет 853. Нам нужно будет просто... Пояснение небольшое. Вот эти все триплеты, да, такие, то есть по три буквы, каждая опция кодируется вот таким буквенным обозначением. Соответственно, по сути, набор вот этих трех букв, трех символных значений, каждый из них значит какую-то опцию. То есть какой регион, какой язык, что установлено, что не установлено. То есть там наличие подогрева сидений, электросидений, еще каких-то модулей, адаптивный свет, непоксенон, все эти вещи кодируются при помощи вот этих тройных обозначений, верно? Абсолютно верно. То есть через вот это все определяется, что в машине вообще есть. То есть по идее, я сейчас подсоединился, и я уже вижу, что в машине, допустим, адаптивные ксеномные фары стоят. То есть не говоря об этом вообще никак. То есть это все видно. Это 524, да? А, окей, окей. Так же тут... Так же, вот, насколько я знаю, так же происходит и на группе ВАР. То есть даже на наклейке в багажнике можно увидеть набор всех. А, кстати, на ПМВ есть подобная наклейка, ее как-то можно узнать? Так, еще раз, секундочку, отвлекался там, прости. Я говорю, на ВАР-группе подобным образом так же кодируется комплектация, и она нанесена на наклейку, информационную табличку, которая присутствует обычно в багажнике. Ну, и так же бывает дублируется на сервисные книжки. Если подобная штука на BMW, то есть когда можно будет просто, ну, не подключая компьютер, увидеть где-то эту комплектацию. Или здесь такого нет. На самом деле в BMW, когда машина выпускается, то есть с каждым ВИНом привязана определенная комплектация, как она вышла с завода. Но в самой машине этого нигде не пишется. Это можно посмотреть в онлайне, зная ВИН-код. Ну, в этом плане, ВАР, интереснее, ну, удобнее, скажем так, да? Хорошо, дальше. То есть мы сейчас должны поменять 853, это языковой признак, да? То есть опция региона, в языках, который сейчас установлен в автомобиле. Именно. Мы просто берем, выделяем и удаляем нажатием клавиши Delete. Так, и теперь, насколько я понимаю, надо будет доставить уже другое. Именно. Можно достать. А позначать именно русским. Именно. Это у нас будет 6UD. Вот эти все опции, они идут в алфавитном порядке. Но вписывать в алфавитном не нужно. Можно написать просто в конец, и потом программа сама все правильно перераспределит. То есть по этому поводу заморачиваться не надо. Отлично. Через запятую пишем 6UD. Это значит, что именно языковой признак Россия. И вот сохраняем. Нажали Общи. Как видите, у нас 6UD перескочило в правильное место. То есть что является очень-очень удобным. И эта информация, она уже находится в автомобиле, правильно? Нет, нет. Она находится у нас в комплектации, которую мы сохранили на рабочий стол. В машине ее еще нет. А, понял, понял. Потом, когда мы будем записывать вот этот файл, комплектацию в автомобиль, то он конкретно запишется в gateway, да? То есть именно в этом блоке она будет храниться? Да. В BMW комплектация хранится обычно в два модуля. Основной это будет gateway. И запасной модуль это будет, допустим, если машина с кассом, то касс, он как дублирующий. Car access module, да? Да. Окей, отлично. Так, вот тут мы сейчас... Русификацию мы уже решили, так? Нет, нет, нет. Мы сейчас только записали файл, который на десктопе. Тут еще нужно будет дальше кодировать и так, ну, делать. В общем, что мы сделали? Мы просто добавили в этот, ну, в строку. Теперь нужно вот сверху на папочке FA правой кнопкой и нажать calculate FP. Это что значит? Он значит, что под эту комплектацию, видите, справа появилось дерево. Он рассчитал то, что вот в этих модулях, то, что вот у нас в этих опциях, то, что было, что должно этому соответствовать, чтобы машина, чтобы программа знала, как кодировать машину. Отлично. Что бывает, если при записи комплектации мы вберем в объем что-нибудь неправильное, предположим, какой-нибудь 99S. Я просто сейчас отдалды взял, такой комплектации не существует. Посмотрите, сейчас выскочит ошибка, то есть, что такое? Не рассчитывайте, видите? То есть, вот у нас 99S не найдено. Вот это calculate FP для этого и нажимается, чтобы проверить, правильно ли у вас комплектация или нет. В данном случае такого не существует. Какой-то ошибки не записали, ну, не записывали там что-нибудь. Абсолютно верно. То есть, если не рассчитывают, значит, так не предусмотрено. Окей, отлично. То есть, у нас сейчас все хорошо, у нас принимается. Да, именно. Сейчас я удалю только нашу 99S, потому что, ну, иначе не рассчитается. И вот опять сейчас рассчитываем. Как видите, все рассчитал, а все отлично. Значит, у нас теоретически есть шанс все закодировать правильно, чтобы ничего не испортить. Окей, супер. То есть, вот сейчас, как видите, у нас этот путь у нас на десктопе, на рабочем столе все сохранено. Сейчас мы сохраняем этот файл, нажали на дискетку. Теперь нужно вернуться обратно в прошлое меню. Возвращаемся. У нас программа спрашивает, хотите ли вы загрузить новую комплектацию. Мы же ее поправили, правильно? Нажимаем Yes, перезагрузить. Все, обратите внимание, сейчас у нас вот сверху комплектация, где есть, она опять неактивная. Мы ее сохранили. Опять активировано. Да, правильно, опять нужно активировать. Все, активировано. И вот теперь, если мы будем кодировать какие-то модули, теперь они будут уже, скажем так, прописываться с опцией 6UD, то есть, русским языком. Я понял. Окей. То есть, теперь, когда у нас уже есть языковой признак, мы можем дальше более предметно заниматься каждым отдельным модулем. Именно, именно. И что будет именно изменить языковой признак, то есть, в данном случае, русифицировать, нам нужно будет кодировать два модуля. То есть, это главное устройство и приборная панель. Окей. С чего начнем? Ну, наоборот, начнем с главного устройства. Хорошо. Головное устройство на МВ, этот блок называется? HU-NBT, то есть, HU-это Head Unit, головное устройство. Окей. Это название будет для любого типа головного устройства или конкретно этого? Ну, то есть, на Ауди было ММИ, и по-разному назывались блоки, в зависимости от того, какая именно аудиосистема, медиасистема устанавливалась. Но в БМВ тоже, да? Да, это внимание? В БМВ, они все будут начинаться на HU, то есть, Head Unit, но разные головные устройства будут называться по-разному. То есть, НБТ, ЦИЦ, там, Энтри, Энтри-Нав, они будут все по-разному. Окей. Да, именно-именно. И тут, по идее, у нас все просто, у нас комплектация у нас активна, мы ее правильно поправили на главном устройстве правой кнопкой и нажимаем Code, и пойдет кодирование. И сейчас в этот блок записывается кодировка. Вообще, что такое кодировка? Насколько я понимаю, здесь, наверное, даже правильнее было бы сказать вариантное кодирование, да? То есть, блок поддерживает несколько определенных опций, может быть, настроен в некоторых конфигурациях, и, соответственно, мы выбираем определенную конфигурацию из возможных. И сейчас у нас это делает сам софт согласно той комплектации, которую мы только что установили, верно? Да, абсолютно верно. То есть, кодирование, мы, по идее, ничего нового модуя не говорим, мы просто подастраиваем так, как нам нужно. Да, то есть, кодирование отличается от программирования, в первую очередь, тем, что при программировании мы полностью заменяем программное обеспечение, которое хранится в памяти блока. А при кодировании мы только правим некоторые опции, причем даже в этой правке мы не особо свободны, мы просто выбираем из тех вариантов, которые вообще могут быть. Да, то есть, именно при кодировании, еще, чтобы я добавил, все, что сказал Евгений, это правильно, при кодировании, если вы что-то не так сделали, то это легко восстановить. Если во время обновления софта, программирования, что-то пойдет не так, то модуль может просто не выходить на связь. То есть, кодирование является достаточно безопасным. Окей, кстати, мы разогнулись. Идем дальше. Я смотрю, здесь уже кодирование произведено. Да, произошло кодирование, вот тут у нас... Успешно, да? Да, лог высветился, что у нас делалось. Мы сейчас нажмем close и покажется, насколько успешно или неуспешно это было. Как видим, у нас вот этот cut file, он закодировался, видим, ноль ошибок. То есть, все параметры, то, что мы через комплектацию захотели то прописать, они прописались. Окей, отлично. То есть, возможно, скодировать через комплектацию, по сути, избавляет юзера вручную выбирать все эти опции, которые соответствовали бы русскому языку и вообще этому региону, да? То есть, просто прописал 6 УД, софт-совал нужное количество параметров и записал их в этот блок. Да, абсолютно верно. Потому что через FDL кодирование, когда мы будем радио менять, там нужно каждый параметр вручную, а тут может изменение быть там 2, 3, 10 тысячи. Смотря, чем мы кодируем, правильно? Отлично. То есть, это упрощаешь? Именно. Но нужно знать, что делаешь. В общем, тут готово, нажали close. По идее, сейчас во время кодирования даже главное устройство сделал рестарт в машине. И на более старых, даже тут, может быть, уже появился русский язык. Но бывает так, что нужно кодернуть еще и приборку. Кодернем приборку, чтобы, скажем так, не было с этим проблем. Приборка у нас будет записана как комби. И принцип точно такой же. Правой кнопкой... Да. Теперь туда закодируем приборку. В BMW она называется как комби. Тут я вижу, что тут базовая приборка. Есть разные комби. Если бы была она полностью цифровая, то модуль бы назывался D-комби, то есть Digital комби. То есть, на самом деле, не видя машину, зная, что как устроено, можно достаточно много про нее сказать. Ну, да, видишь, в этом прелести работы с одной марки, с одной маркой уже все прекрасно знаешь название, сокращение, в принципе, да. Да, да, это же штука на вагле, у меня она выражена в чтении схем электропроводки, то есть уже знаешь, как называется. Ну, например, я точно знаю, что G28, до дачи положения каленбала, вообще не важно, какой это ваг, какого кода, четко понимаешь. Да, да, это вот именно, это называется уже более такой профессионализм определенной отрасли. Это да. Ну, в общем, кодируем приборку. Да. Все, нажимаем cold, процесс тот же самый. Во время кодирования сейчас на приборке выскочат там ошибки, будут мигать лампочками, это вполне нормально. Окей, да, я уже слышал. Да, да, загремело, да. То есть приборку мы кодируем тоже в, скажем так, автоматическом режиме и согласно комплектации, то есть вручную мы все эти опции не настраиваем. Абсолютно, то есть в этом нет нужды. Можно и вручную, но зачем, если так значительно быстрее? Окей. Да, ноль ошибок. И теперь, по идее, что бы я сделал, после каждой кодировки стоит в машине реально проверить. То есть в головном устройстве зайти в меню, посмотреть появился и русский, нажать, посмотреть все ли активно там работает, все ли, скажем так, правильно отображается. То есть проверка после каждой кодировки, это, ну, я бы сказал, что прям обязательно. Окей, тогда давай я сейчас выполню эту проверку, покажу зрителям и еще раз свяжемся. Разумеется, с моей стороны картинки все это выглядит не настолько красочно, насколько на данный момент со стороны Евгения. Потому что, ну, вот, тупо у меня монитор, я смотрю сюда, я что-то кодирую, я должен все просто представлять, что происходит с той стороны экрана. Чтобы для вас это было все более наглядно, я буду брать вставки из его видео, у нас с ним предварительная договоренность, что мы обменяемся, разумеется, сходняками и файлами, чтобы сделать для вас, скажем так, контент более-более интересный. Поэтому не удивляйтесь, в течение видео будут такие вставки, прям вот то, как он снимает, это все для того, чтобы вы лучше понимали процесс. Что ж, ребята, как видите, приборная доска уже русифицирована. Это же касается и нашего головного устройства, как видите, все уже на русском. Причем, что интересно, если теперь мы зайдем в выбор языка, то здесь уже совершенно иной набор языков, потому что теперь регион Европа, соответственно, видите, здесь присутствуют русские, а также другие европейские языки. Ну что ж, Владимир, все получилось, все классно, русификация уже есть, соответственно, дальше, насколько я понимаю, нам надо поменять сетку радиочастот. Да, совершенно верно, и почему именно в таком порядке? Потому что если бы мы вначале изменили радиочастоты, и потом делали русификацию через комплектацию, это бы все опять скинулось, поэтому, ну, нет смысла. Окей, ну опять же, нужен опыт определенный. Да, 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 то есть, ну, это все обретается так, что ты сделал полдня, работал, потом понял, что все обнулил и начал заново. Это нормально. Да, да. Это нормально. Так, радиочастоты у нас лежат в данной модели именно в головном устройстве. То же самое, да, H-U-NBT. На кондиционерном файле нажимаем правой кнопкой, и тут нам нужно read coding data, то есть мы считываем, ну, информацию оттуда. Все, видите, считалось. H-U-NBT файл, это файл, в котором хранится именно кодировка, да? Именно. То есть, нормальный опций, который на данный момент пользуется блок. Совершенно верно. И тут такое примечание, что если вот прошлую кодировку, русификацию, можно было сделать просто ACIS-ом, то для того, чтобы зайти в кодировочный файл, нам обязательно нужен лаунчер. То есть, видите, сверху слева написано, каким лаунчером мы пользуемся. Без этого вы не сможете зайти в сам файл. То есть, он либо не откроется, либо откроется, будут точки, вы не сможете ничего понять. То есть, обычный ACIS позволяет работать только через комплектацию, а при помощи лаунчера мы получаем доступ уже к отдельным файлам, отдельному клубу. Именно. Совершенно верно. Итак, заходим внутрь и смотрим, что у нас там имеется. Вот, тут уже в человеческом виде, получается, если бы мы запустили без лаунчера, он бы либо не открылся, либо бы открылся, были бы одни точки. А лаунчер, скажем так, он и переводит нам это в человеческий язык, чтобы мы это могли понять. То есть, он умеет интерпретировать хэкстартер и отображать его в парню для человека, для юзера. Именно для этого он и есть. И теперь будем делать, скажем так, менять радиочастоты. Поскольку машина у нас американка, чтобы это на Украине, ну или в другой части Европы, разницы нет где, скажем так, поскольку у нас нечетные, у нас непарные радиочастоты, чтобы она все отображалась. Тут нужны следующие параметры. Во-первых, нам нужно вбить такой параметр, как RadioCountry. Параметр проще всего искать. Вот тут есть поле для поиска. Туда просто вбиваете параметр, который вас интересует, нажимаете поиск, search. И, как видите, он сразу находит этот параметр через все эти кучи разных кодировок. То есть, это нет смысла открывать все и вот так вручную начинать где-то искать, что где находится. То есть, ну, это неблагородная затея. Поэтому поиск. На параметрах реально очень много. Это говорит о том, что модуль очень настраиваемый. То есть, понимать каждую опцию, можно настроить ее как куклу. Именно, именно. Во многих параметрах есть уже инженерами заложено, за что этот параметр отвечает. Есть на английском, есть где-то на немецком. В некоторых прям так написано, что, ну, будет не понять без экспериментов. В общем, тут вот мы сейчас... Смотрели подсказку, да? Есть комментарий. Да, и Radio Country, ну, соответственно, как страна, радио какая. И тут мы видим, открываем тут нижнее, видим у нас US. Нажимаем туда. Да, активируем. То есть, нажимаем Edit. И получается, разумеется, нам нужна ECE, то есть Европа. Хоп. Один параметр мы уже изменили. Осталось еще два. Следующий параметр у нас будет вот так вот. Вот так называется. Вот тут вы его видите. Да, FM Deep Phases. Делаем search. А он оказался прям следующий. Просто мне значительно проще некоторые параметры поиска найти, чем искать их по очереди. Ну, в данном случае он просто попал в следующий. Но, поверьте мне, так далеко не всегда бывает. И тут нам, у нас стоит 75 US, а нам нужно поставить 50 US. То есть, откуда все это знать? Ну, просто надо знать. Мы меняем шарх сетки, да? Да, да. Окей. И еще третий параметр нам нужно поменять. Он будет вот так вот. Я даже не буду пытаться его произнести. Ну, я с немецким тоже, мягко говоря, не очень. Ну, фрек, это будет frequency от частоты, а от андзейге. В общем, вот этот отвечает за то, чтобы не было дублированных частот. Иначе у вас все будут отображаться по две. Окей. Вот у нас active, и нужно сделать nicht active, то есть неактивным. Отлично. То есть, вот сейчас, что мы сделали? Мы поменяли три параметра, которые отвечают именно за то, чтобы радио ловило европейские частоты. Это сейчас еще не в машине. Чтобы это оказалось в машине, соответственно, нужно нажать дискетку, то есть сохранить. То есть, сейчас она находилась просто в изу компьютера? Да, да. И мы сохраним файлик? Да, именно сейчас файлик сохранили. Возвращаемся сейчас обратно. И вот теперь у нас выделен этот кафт остается. Нужно нажать тут справа у нас в кнопочек, Code FDL. То есть, нажатием этой кнопки мы загоним вот этот измененный файл в головное устройство автомобиля. Кодируем. Окей. И дальше процесс выглядит примерно так же, как мы делали до этого. То есть, только при помощи другой кнопки. То есть, по сути, это так же заливается кодирование. Просто в прошлом случае это производилось автоматически из комплектации. А сейчас мы сами вручную донастроили необходимый, нужный нам парад. Совершенно верно. Если, скажем так, это расширить, то в прошлом случае, вот сейчас мы поменяли три параметра. До этого параметры делались, генерировались сами через помощь ИСИСа на основе комплектации. А так мы сейчас вручную поменяли. Ну, насколько я понимаю, их было явно не три. Их могло быть тысяча или две, в зависимости от блока. То есть, вручную это все делать, ну, скажем так, почти невозможно. И нерационально. Да, то есть, многие такие вручную, скажем так, рассматриваются, что как делается. Но нет смысла. В общем, закодировали. Нажимаем опять же close, смотрим. Да, все прошло успешно. И теперь опять же... Сжима, все зелененькое. Да, все зелененькое, все красивое. Теперь нужно опять пойти в машину и проверить. Вот тут такое примечание по поводу радио. Часто бывает такое, то что сетка отображается правильно, но звука нет. Обязательно нужно проверить звук. Если звук не работает, то нужно там еще немного доработать. То есть, именно звук нужно проверить в машине. Отлично. Когда я опять иду тестить, мы снова прерываемся и созвонимся еще раз. Отлично, походит. Что, Владимир опять на связи. У нас все получилось. Все прекрасно. Теперь есть как черные, так и нечетные радиочастоты. При этом звук работает. То есть, по факту с сеткой радиочастот все получилось, все готово. Дальше на очереди навигация. Нам необходимо доустановить недостающие карты. То есть, для европейского региона необходимо скачать карты и установить головное устройство. Верно? Да, совершенно верно. Тут такая, скажем так, вправка, что именно на этом головном устройстве тут просто берется карты региона какого угодно, в данном случае Европе. И чтобы те карты встали, нужно ввести код активации. То есть, FSC Short, короткий код, двадцатисимвольный. И этого хватит, по идее. На других головных устройствах эта процедура будет выглядеть немного по-другому. Но вот на ЦИЦКе и на МБТХе процесс будет точно такой же. Окей, отлично. То есть, сейчас нам необходимо узнать уникальный код самой магнитолы, да? Ее идентификатор, на базе которого мы получим нужный нам БИН-код. Да, именно, да. Подключите напрямую в голову оттуда, что нужно скачать. И, скажем так, при помощи этого сгенерировать правильный код. Окей, отлично. А как это делается? Мы его будем искать? Так, вот мы опять же таки сделаем. Тут вариантов много, но сделаем через ICC, поскольку мы в ICC. Вот тут уже нужно нам Comfort Mode. Ну, Comfort Mode считается как более такой комфортный, более простой, но нифига не проще. Так, заходим вот в сам FSC. Теперь нам нужно тут подключиться к головному устройству напрямую. То есть, адрес головы у нас будет 0x63. Мы делаем Identify, прочиталось HONBT. О, соответственно, правильно. Это был Freiseisen Code, то есть код активации на немецком, опять же таки. Да, и тут мы сейчас просто... Активистка новиклатура превысит. Да, да, да. Сейчас просто посмотрим, родная ли у нас это голова или не родная. Смотрим, у нас вот видно головное устройство MBT. Вот у нас вин-код автомобиля. Он совпадает с тем, что есть. И тут очень важно, что смотреть. Вот для Европы у нас... Точнее, для активации навигации вот этот 0xA0. Как видим, у нас статус Accepted. Значит, навигация работает, все у нас там шикарно. Если бы тут был Rejected, то и навигация была в машине серая, то было бы даже не зайти. То есть, можно было бы даже, ну, ничего дальше не продолжать. Там процесс активации немного другой. Окей, то есть вот этот Accepted дает нам понимание, что мы решаем вопрос просто при помощи, ну, этого пир-кода, снижения. Да-да-да, именно. Это, скажем так, мы сейчас убедились, что навигация в машине работает. Поскольку с моей стороны я не вижу, что стоит... То есть, клиент может сказать что угодно. У меня там все работало до этого. То есть, тут я каждый раз обязательно убеждаю, что действительно в машине все так, как на самом деле должно быть. Ну, ты сам знаешь, работаешь, и, к сожалению, попадаются разные люди. Мы не с машинами, мы с людьми работаем. Именно, именно, да. Так, посмотрели, то есть, голова работает отлично. Идем опять в Expert Mode. И вот тут нам нужно FSC Extended. Загрузили. И тут, опять же, нас интересует главное устройство. Это у нас будет 0x63, это адрес главного устройства. Делаем Identify. У нас появилась HUMBT, отлично. И теперь нам нужно оттуда вытянуть этот код. Чтобы этот код правильно вытянуть, нужно вбить туда Application Number и Upgrade Index. Для головного устройства MBT, то, что сейчас у нас стоит в машине, точнее, это MBT ID третья, если быть точным, нам нужно туда вбить 0xd, и Upgrade Index у нас был 0x1. Так, хоп. Теперь вот в этом меню нам нужно выбрать Store FSC. То есть, вот тут сверху мы указали, откуда взять информацию. Тут мы указываем, что мы хотим, чтобы сделали. То есть, там нужно, соответственно, переместить и, получается, считать. Так, делаем старт. Третий адрес – это и есть адрес блока. То есть, если мы стучались к комбинациям приборов, то было 0x80, да, если в комбин мы стучались? Да, если комбин 0x80, то 0x80, да. Итак, то есть, как видели, мы выбрали команду Store FSC. Мы считали, написалось ОК. Теперь нам нужно просто ее сохранить. И сохраняем также на рабочий стол. Для сохранения нам лучше это сделать, Вин-код машинам сразу прописать. То есть, в этом файлике будет храниться уже этот FSC? Да, не совсем FSC. Это будут именно те компоненты, при помощи которых можно будет сгенерировать FSC. То есть, это будет достаточно информации для того. И тут лучше прописать Вин-код автомобиля. Как это сделать более грамотно? Ясно дело, я сейчас Вин-код так сразу с головы не скажу. Но мы возвращаемся в прошлое меню. Помните, мы смотрели FSC. Вот у нас Вин-код был, то, что в голове прописан. Нам хватит последних 7 символов. Так, тык-тык-тык. Вот, 7 символов. И копируем. Возвращаемся обратно. И сохраняем. Все. Просто вбили Вин-код. И это у нас будет сохраняться уже как FSC. Да, продолжаем. То есть, вот этот файлик, то, что мы сгенерировали, поместил в специальную папку, и нам потребуется, ну, скажем так, дополнительные приспособления, при помощи чего это делать. Вот этот файл нам нужно скопировать в определенную папочку. На диске C у нас будет... Так, немного рано. Мы ее скопируем в папку Tools вот сюда. И вот эту папку Tools мы скопируем уже на диск C. Почему ровно на диск C? Сейчас поймете, так будет значительно проще. Вот она у нас тут есть. И тут у нас присутствуют все необходимые файлы, чтобы при помощи вот этого FSC-кода, то, что мы выкинули с головы, сгенерировать прям настоящий FSC-код уже. Возвращаемся. Так, вот она специальная команда есть. То, что нам понадобится, нам также нужно будет Win-код автомобиля. Я просто все копирую, так что проще было, чтобы ничего вбивать не надо. Так, это у нас есть. Вот специальная команда у нас есть. И нам понадобится сейчас даже командная строка. Командную строку всегда лучше запускать как администратор. Тогда больше привилегий. Делается все это дело проще. И вот. Теперь нам нужно на диске C перейти в папку именно Tools. Для этого мы и бросали его в корневой каталог. Чтобы этот путь был оснащен. Абсолютно верно. Вот. Знающий человек сразу понимает, зачем это делается. То есть можно сохранить где угодно, но зачем себе делать приключения. Так, сейчас пробуем. Тут, как всегда, на разных раскладках все вот эти в разных местах. Нет, не совсем правильно. Сейчас. Так. Tools. Нет, не так. Каждый раз. То есть, скажем так, от DOS-а все уже отвыкли. Да, да. В этом плане. Каждый раз. Вот, перешел в команду Tools. То есть, пользуешься таким функционалом не каждый день. И каждый раз. То есть, если я не посмотрю свои шпаргалки, как что делается, ну, всего, ей-богу, не запомнить, к сожалению. То есть, мы по факту сейчас при помощи, ну, скажем так, эмулятора DOS-а просто зашли в папку Tools на диске C. Да, и то есть, у меня это с третьей попытки получилось. Потому что, ну, не каждый день это делается. Это нормально. То есть, да, это нормально. И вот тут нам теперь понадобится вот эта команда. То есть, в той папке Tools у нас была специальная, скажем так, утилитка. Base64. И вот мы должны вбить в эту команду. То, что видите, справа в блокноте у нас открыто. То есть, Base64 нам нужно будет потом вставить ВИН-код автомобиля. Помните, я до этого скопировал? Делаем FSC, делаем опять вот так вот, нижнее подчеркивание. И тут у нас 0D001.FSC. Нажимаем на Enter. Готово. И заходим опять на диске C в папку Tools. И смотрите, у нас генерируется вот такой файл. Вроде у обоих расширение FSC. Но это не то же самое. Нам нужно именно вот этот длинный, который был сгенерирован. И вот при помощи вот этого, сейчас я покажу вам чудеса. Есть специальные генераторы. Открываете генератор. Вот тут мы уже открываем наш файл. То, что мы сгенерируем. Это длинный. Длинный. Именно. Тут у нас уже определилось, что это дело у нас с MBT. На MBT карта у нас Next. Нас интересует Европа 2021. И тут, как видите, есть Восток и Запад. Тут скажу по секрету, для Востока и Запада FSC код будет одинаковый. То есть, разница, что выберите, подойдет и тот, и тот. И получается, делаете Generate. Вот. Вот этот код. Ради него была вся мулька, чтобы это работало. То есть, вот этот код. Сейчас этот пин-код мы его в конечном счете будем вводить в самом головном устройстве при помощи джойстика, для того, чтобы наши карты с флеш-накопителя были приняты головным устройством. Абсолютно верно. То есть, карты закачаны на флешку, которая отформатирована правильно. Для MBT это будет у нас либо Extended FAT, либо FAT32. NTFS тоже так же пойдет. То есть, зависит от размера флешки. Это уже основа файловой системы. И получается, если карты вставить в машину, машина сама спросит этот код. Этот код нужно будет ввести, и тогда обновление навигации пойдет. Тут такое примечание. Генераторы есть разные. То есть, тут в этом генераторе он такой расширенный. Есть такая галочка Lifetime Code. Что такое одноразовый и пожизненный код? Если мы сделаем Lifetime, обратите внимание, сейчас мы сделаем Generate, код изменился. То есть, в следующий раз при обновлении карт машина не будет спрашивать этот код. Соответственно, делаем одноразовый. Хоп, машина в следующий раз будет спрашивать код. То есть, ну, тут есть нюансы, с чем можно играть. Главное, сделаем подписчикам подарок пожизненный код. То есть, вот так просто это делается. По идее, да. Просто когда знаешь. Когда знаешь, да. То есть, все элементарно, когда знаешь ответ. Просто вот это, да. Это аналогия с неисправностями даже в той же диагностике. То есть, сначала ломаешь голову, мучаешься, ищешь, тратишь часы времени. Когда разобрался, все просто. А кто-то спросит, что было. Да, вот там контакт не был, или позеленел, или провод набор. Все просто. Конечно. Абсолютно верно. Ну, это точно так же и тут. Все просто, когда знаешь. Когда не знаешь, то очень непросто. Абсолютно. Ну, по идее, да, теперь только остается вставить карты в машину. Поскольку у нас F-серия MBT у нас будет в подлокотнике, этот разъем находится. Туда вставить от USB-шку. И машина спросит этот код ввести, и обновление пойдет. Окей, отлично. Тогда проделаем эту процедуру. Да, хорошо. Все, давай. Итак, карты уже на флешке. Флешка отформатирована в файловой системе FAT32. Также должен подойти и XFAT. Карты были скачаны в интернете. В принципе, их можно без особых проблем. Во всяком случае, для Центральной и Восточной Европы найти в интернете. Соответственно, флешечку мы сейчас вставляем в гнездо USB. Есть. Дальше автомобиль сам распознает эту флешку, как устройство, на котором есть обновление и карты. Мы нажимаем начать обновление. После чего автомобиль просит ввести код, который мы с вами только что сгенерировали. Давайте я его введу. Есть наш сгенерированный код, введен. Теперь давайте попробуем, примет ли его автомобиль. Нажимаем ОК. И мы с вами видим, что все получилось. Головное устройство обновляется. Причем процесс этот, как говорил Владимир, можно прерывать. То есть, если у вас нет времени, вы можете просто выключить зажигание, закрыть автомобиль. И потом, когда вы в него вернетесь, обновление продолжится. Причем с того же самого места. В принципе, это реально радует. Потому что обновление длится довольно долго. Связано это с тем, что объем данных, карт, он довольно большой. Порядка 30 гигабайт получилось в распакованном виде на USB флешке. Соответственно, для того, чтобы все это установить, необходимо время. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был такой небольшой эксперимент. В таком формате видео раньше ни я, ни Евгений, соответственно, ни разу не снимались. Получается, запись на телефон, на компьютер, еще на отдельную камеру. Все это синхронизировать, монтировать. Был, скажем так, своеобразный опыт. Но мне кажется, получилось совершенно интересно. Сотрудничество с Евгением мне крайне понравилось. Поскольку мне лично очень симпатизирует его подход к делу. То, насколько детально все он изучает, вникает в проблему. И, скажем так, ценой своего времени пытается решить прямо такие случаи, от которых многие бы просто отказались. Как видите, работа по удаленке не является ничем ни таким сверхъестественным. Если вам нужна помощь в кодировании, диагностике, дооснащении, ну почти в чем угодно, то смело обращайтесь. Как видите, я проинструирую вас, что вам понадобится, как все это подключить и в какие-то моменты, что нужно проверить, что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.